Конкурс среди юных инспекторов дорожного движения проводится уже в 44-й раз. Побороться за право быть лучшей решили 14 команд. В составе каждой 8 человек. Это мальчики и девочки от 10 до 17 лет. Команды состоят из двух групп. Одна из них это 10-13 лет, вторая 14-17 лет. Хочу отменить, что с этого года возрастной ценз команд увеличился. Ранее он составлял до 15 лет, сейчас 17 лет. Естественно, сделано для того, чтобы дать преференцию участникам, в том числе на получение водительского удостоверения в школах ДОСАФа, обучение непосредственно пройти. Еще также профориентационная работа для поступления наших юидовцев в вузы ведомственной направленности, то есть Академия МВД, а также Могилевский институт. Конкурс «Гидбригада», где ребята в форме интерактива с залом рассказывают о правилах дорожного движения. Формат, где равно обучают равного, когда ребята проводят обучающие тренинги для своих ровесников. Я инспектор юного движения уже второй год, в команде со своими одноклассниками и со старшими. Новые знакомства могут быть, ВДД интересно изучать, медицину интересно изучать, да и в целом интересно учиться. Я участвую уже с седьмого класса, и даже в седьмом классе у меня было первое место по вождению велосипеда. Ну и как бы уже каждый год я участвую, это уже как традиция, и сейчас я тоже очень рада поучаствовать в этом мероприятии, потому что мы готовились, и как бы тоже надеемся на, конечно, лучшие результаты. Вот, как бы волнительно, трепетно, но надеюсь, что будет все хорошо. Мне интересно узнавать правила дорожного движения. Я хочу, в 16 лет уже можно сдавать на права, я хочу, мне интересно это, я хочу сдавать тоже на права, тоже водить машину, и, конечно, для этого нужно тоже знать правила дорожного движения. И я езжу на велосипеде, и это тоже большая ответственность как бы лежит на мне, поэтому я тоже должна знать правила дорожного движения, мне это очень интересно. Всего же конкурсный этап разделили на 4 блока. Теоретический, тест на знание правил дорожного движения, сердечно-легочная реанимация для самого маленького пациента, первая помощь при ожоге руки и многое другое. Это тема задания экзамена по оказанию первой медицинской помощи. В спортивном зале фигурное вождение. Задача не только проехать аккуратно, но и сделать это быстрее остальных. И все под строгим взглядом жюри. Велосипед я уже, ну, как бы, все свое детство. Когда-то занималась профессиональным велосипедом, фигурным, ну, фигурным вагиздом я не занималась. Очень было сложно. Ну, на соревнованиях очень волнительно таких. Кто, как ни школа, занимается воспитанием законопослушных граждан и законопослушных участников дорожного движения. И если даже, скажем так, одного ребенка этот конкурс спасет от нарушения правил, от каких-то травм, то уже будет, как говорится, не зря проводится 44 года подряд этот конкурс. Лучшим ребятам также кубки и подарки. Первый этап – Сиди районов города. Далее – зональный, областный и республиканский этап, который состоится уже в мае. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова